Йоу, всем салют! А вот это уже любопытно. Четвёртый эпизод в моём личном топе сезона сразу прыгнул на первое место. Меня как будто услышали и всё наконец сделали правильно. Новая серия, по-моему, действительно хороша. И это очень вовремя. Половина сезона уже как-никак, и теперь аж не терпится узнать, что будет дальше. Такое за 4 эпизода впервые, а именно подобных ощущений я и ждал всё это время. Короче, дед очень доволен. Сезон одним движением значительно поднял к себе интерес. Перестал топтаться на месте и понёсся вперёд. Ставим зачёт и погнали разбираться подробнее. И для начала хочу похвалить общенарративную структуру серии. Считаю, это важной составляющей, скажем так, успеха эпизода в моих глазах. Хронометраж грамотно распределён на всех персонажей, и интересные события сопровождают каждую сюжетную линию. Плюс сценарно, опять-таки, чётко расставили акценты. Дали моменты с ответами, где, если честно, иногда довольно трудно удержаться от комментариев в духе «я же говорил» или «так я и знал». Но всё же в хорошем смысле. С приятным чувством подтверждения, а не разочарования от банальности исходов. И, ответив на часть вопросов, аккуратно накинули ещё интриг, подготовив почву для новых любопытных развитий. Не уверен, правда, что смогут сделать прям изящно, как раньше. Всё-таки некоторая прямолинейность порой ощущается. Но зато хоть увлекательности заметно поприбавилось. Итак, самое главное. Мы, наконец, разобрались во временных отрезках и связях персонажей. Пусть и не во всех, но во многих теперь точно. Предположение, что сюжетка Бернарда – это более далёкое будущее, а девушка из повстанческой организации «Дочка Калиба» оказались верными. Как и то, что они противостоят уже победившей Шарлотте. Только вот эта линия не будущее, а настоящее. События с Кристиной происходят примерно в этом же времени. Шарлотта захватила людской мир и управляет компанией «Олимпиэйт», где работает Криси. Башня всё-таки гигантская антенна для управления людьми. Но это, в принципе, изначально почти не ставилось под сомнение. Роль Кристины во всём этом всё ещё непонятно. И хоть это теперь вроде как реальный мир, версию симуляции я пока не отбрасываю. Подробнее об этом можете узнать из предыдущих обзоров. Ссылки на них всегда в описании. Петля имеет место быть, и ясно одно – свою Кристина смогла нарушить. И от прописанной ей рутины отдаляется всё больше. И кажется, не только свою. Её подругу мучают кошмары, в которых явно читаются реальные события, произошедшие с миром по вине Шарлотты. Те самые детские воспоминания, когда мухи захватывали всех. В так называемом «пробуждении» Кристины, ей походу призван помочь Тедди. Кто его оживил и на чьей он стороне, пока неизвестно. Но, судя по всему, наш ковбой помнит свои прошлые воплощения и аккуратно намекает Кристине на их бывшие связи. Момент с помадой точь-в-точь, как с консервной банкой из их общего сценария в парке. Даже фраза Тедди повторяется дословно. Думаю, это не просто отсылка, а как раз один из способов пробудить воспоминания Долорес. Это по-прежнему территория гаданий, но почему бы и нет? Попадали же раньше вполне точно. Много нового узналось о Калибе и Мэйв. Во-первых, как показал Раваамский фэшбэк, они испытывают друг к другу романтические чувства. Во-вторых, в возобновлении охоты на них виновата напрямую Мэйв. Она искала Калиба и этим обнаружила и себя, и его, поставив всех под угрозу. В-третьих, мы увидели, как Калиб познакомился с женой. Но это, по сути, не столь примечательно. Намного важнее тут из всего этого проследить за развитием характера Мэйв, которая смогла пожертвовать собственным потенциальным счастьем во имя любимого человека. И то, как она готова на всё ради его спасения. Это как бы касалось и её дочки, но там всё же такое поведение прописали изначально. И это в любом разе влияло. А тут уже 100% личный выбор. Эмоции и чувства совсем теперь неотличимы от людских. Но, конечно, самый сок – это временной твист с Калибом, который, как оказалось, уже мёртв 23 года. А в настоящем существует его 278-я версия. Не скажу, что я прям удивился, такое в сериале уже проделывали не раз. Но ход всё же сработал. И подвели к этому довольно интересно. Только вот не совсем понятно, для чего именно он Шарлотти. Да, она говорит, что проводит на нём тесты верности, как когда-то делали с Делосом. Но для таких целей можно было использовать, в принципе, кого угодно. Ну, разве только потому, что Калиб смог избежать её влияния тогда, в прошлом. И не убил Мэйв. Может, этот момент она и пытается выяснить. Он так-то и нам не совсем понятен. Я вот думаю, что это как-то связано с тем, что Мэйв хакнула его лимбическую систему, когда показывала успокоительную версию свободы. Она, в теории, получила доступ ко всем его эмоциям, восприятиям и мотивациям, а также поведенческим реакциям и даже регуляциям внутренних органов. Возможно, Мэйв секретно заложила в него некий защитный механизм и мотивацию к борьбе через заботу о семье, апнула способности для противостояния чужому влиянию. Ещё интересно, что такое теперь Калиб? Его клонировали или он андроид? Учитывая утверждение Бернарда о том, что тела Калиба нет на месте смерти, то, возможно, он остался жив. И на его мозги всё это время ставили эксперименты. Если будет момент встречи старого Калиба с оголённым мозгом, подключенным к куче проводов и его свежей версии, я порадуюсь. Оружие, о котором говорил Бернард, это Мэйв. Как он хочет её использовать? Мне кажется, что для взлома башни. Она провернула такое с её уменьшенным прототипом и, возможно, способна на большее. Только вот Шарлотта наверняка это учла и усилила протоколы защиты, но посмотрим. Фрэнки все называют Си. Возможно, она взяла себе такое прозвище в честь отца. Первая буква его имени. Кстати, вот вторая группа повстанцев вместе со Стапсом отправилась на поиски кого-то постороннего. Скорее всего, это засечённый ими пробуждающаяся Долорес или Тедди. Или, может быть, сам Калибр. В тизере были моменты со Стапсом на городских улицах, так что это по-любому кто-то оттуда. Ну и как-то так. Много событий, много открытий и путей для развития. Отличный эпизод. Вот примерно таким, я считаю, должен быть мир Дикого Запада. Новый, учитывая, конечно, выбранный сюжетный курс. Мне было интересно. И серия пролетела на одном дыхании. Оставила после себя широкое поле для размышлений и желание поскорее получить продолжение. А вы как скажете? Согласны со мной или есть аргументы против? Понравилась серия? Давайте теперь обсуждать. Пишите, что думаете, кидайте свои версии дальнейших событий. Подписывайтесь, чтобы обмениваться мыслями по каждой серии. Тыкайте в кнопку «Мне нравится», нам будет очень приятно и совершенно точно полезно для роста. Активность – наше всё. И на этом попрощаемся. С вами был 320дед. Всем спасибо и до скорой встречи.